Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как справиться с полной пустотой на душа? Мне 32 года, девушка, зовут Мария. Такая ситуация, я запуталась. Кроме пустоты, ничего не ощущаю, ни одной мысли в голове. Апатия. Я одна в самом прямом смысле. Мама умерла, но и при жизни она напоминала мне, что я позор в её жизни. Она стыдилась, стыдилась меня. У меня нет друзей, родственников тоже нет. Вот абсолютно никого. Друзей нет, с детства не могу заводить знакомство. Не получается. Личной жизни никакой. Начнём с того, что я ещё девственница и непрадиционная ориентация. Отношения с девушками были, но я им надоедала быстро. Как понимают, со мной людям скучно. Самые длинные отношения это 3 месяца, из-за которых я уже четвёртый год страдаю. Я стал агрессивный, сильно матерюсь. Меня это бесит. И одновременно не могу себе это исправить. Я долго на работах не задерживаюсь. Вот снова увольняюсь. Надоедает просто. Не знаю, как себя мотивировать. Я с ума схожу от одиночества. Если я умру в любой момент, никто даже не узнает. Я никого не волнуюсь. Да, предпринимала попытки с дружбой и подобное. Там посвящение общественных мест, что советуют вынести. Но никак. Перечитала уйму книг и подобное. Но никак. Самое ужасное, что меня просто опустились руки. Я не знаю, чего хочу в этой жизни. План и мечты расписать пыталась толку нет. Только пустота и апатия. Честно, не знаю, какого совета ждать. Скорее всего, ответ будет вам нужно посвящать психолога. Но не мой вариант. С такими сценами дешевле умереть. Надеюсь, толчок получить какой-то. Спасибо. Ну, если говорить конкретно о том, что вызывает у меня, какие, какую обратную связь вызывает у меня ваш рассказ, я бы, конечно, сказал, что у вас очень много боли, очень много обиды, очень много злости. И эти чувства, они вас наполняют. Эти чувства, они вас отправляют. И, в общем-то, как мне кажется, не дают вам двигаться вперед. Да, у вас есть в первую очередь проблематика с мамой. То есть вот эта вот история, что вы позор ее жизни. Она, конечно, очень сильно на вас влияет. Потому что нет, как бы, психоэмоциональной сепарации от мамы. При том, что вы переживаете ее уход, при том, что вы переживаете ее смерть. Вот. При том, что вы переживаете это, на мой скромный взгляд, вам, вне всякого сомнения, как бы, свойственно по отношению к ней, ну, чувствовать определенный, скажем так, негатив. И этот негатив, он тоже в вас, как бы, есть, он тоже в вас, ну, в каком-то смысле этого слова отправляет. Да, потому что, как бы, он никуда не находит выхода. Если говорить о каком-то толчке, то то, что я хочу сказать, на мой взгляд, не является толчком, потому что, ну, я не знаю, поняли ли вы или нет, но психологи не дают каких-то толчков, психологи не дают советов. Психологи помогают человеку разобраться в себе. Так вот. Мне кажется, что, если вы действительно хотите что-то в своей жизни поменять, вот, при том, что я понимаю, что у вас затруднительная ситуация, я понимаю, что, ну, как бы, вы не можете на данный момент в силу ряда причин, да, как бы, ходить на психотерапию. Я думаю, что если вас не останавливает что-то новое, если вас не останавливает скажем так, что-то странное, то я бы рекомендовал вам сделать следующее. Я бы рекомендовал вам начать говорить о том, что вы чувствуете. Поскольку, судя по тому, что вы описываете, у вас нет в окружении людей, которым вы могли бы это говорить, вот, то я бы рекомендовал вам делать это хотя бы, ну, вот, наедине с тобой. Начать, уговорить и высказывать свои чувства. То есть, вот, то, что у вас, условно говоря, есть, то, что у вас, условно говоря, накапливается, вот, об этом, я бы рекомендовал, на это я бы рекомендовал вам обратить внимание. То есть, начать с того, чтобы говорить о том, что вы чувствуете, о том, что вы ощущаете, о том, что у вас болит и так далее. Вот это, мне кажется, ключевой момент. Если вы начнете говорить о своих чувствах, если вы начнете это высказывать, если вы начнете это проживать, хотя бы, вот, наедине с тобой, то вы сможете, на мой взгляд, лучше себя ощущать. Мне кажется, что вы будете лучше, ну, скажем так, с собой взаимодействовать. и для вас это будет очень важным шагом вперед, потому что то, что вы описываете, а именно ощущение одиночества, то, что вы описываете, а именно, вот, какую-то такую покинутость, да, брошенность и так далее, вот, на мой скромный взгляд, связано, в первую очередь, с тем, что вы заперты в тюрьме, в тюрьме собственных чувств. И вам, естественно, очень и очень это тяжело. Открою вам небольшой секрет, наверное, хотя, может быть, это и не секрет вовсе, что любому бы человеку, который оказался бы в такой, в такой ситуации, было бы трудно. вот, вы молодец, что держитесь, вы молодец, что, несмотря на свое состояние, ну, пытаетесь что-то делать, пытаетесь что-то менять, пытаетесь что-то изменить, вот. Да, вы себя жалеете, и это, мне кажется, основная, основная вторичная выгода, которую вы получаете от этой ситуации, от этого состояния. Потому что я посмотрел, вам ответила моя коллега, вот, ответила, в принципе, довольно неплохо, ответила довольно справедливо, на мой взгляд, вот, но вы поставили ей дизлайк, то есть вам не понравилось, вам не понравился ее ответ. Я думаю, что это связано с защитной реакцией, вот, так же, как и защитная реакция связана с тем, что вы говорите о ценах. Да, цены, конечно, как бы, сейчас кусаются, это правда, если вы говорите конкретно про настоящий момент. Но, здесь нужно, наверное, сказать такой важный момент, что если бы вы действительно готовы были бы умереть, вот, то вы бы не пытались что-то изменить. Поэтому, здесь вы лукавите, используя, 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 скажем так, используя тему смерти, как некое, некое, некое такое пространство для бегства. Вот. Я вас прекрасно понимаю и не обвиняю. Вам страшно и кажется, что уже ничего не получится. Так вот, поскольку, я думаю, вы не будете спорить с тем фактом, что начинать с чего-то нужно, поскольку, я надеюсь, что вы не будете спорить с тем фактом, что не смотря на такое очень неприятное ваше состояние и положение, я думаю, что вы не будете спорить с тем фактом, что чего-то нужно начинать. Даже при условии, если вы сейчас не можете получить помощь, да, в, так сказать, наиболее эффективной, в наиболее эффективном виде. И потому, я повторюсь, начинайте говорить о своих чувствах. Начинайте говорить о том, что вы чувствуете. Начинайте проживать это. Вот. Да, это нелегко. Да, это кажется бессмысленным, странным, это кажется, может быть, даже глупым, это кажется несерьезным, но если говорить о толчке, если говорить о том, что вы можете сделать прямо сейчас и прямо здесь без помощи психолога, то вот это. Говоря о пустоте, хочется сказать, что, как правило, пустота никогда на самом деле пустотой не является. В моей практике и в практике психотерапевтов пустота означает, что человек вытесняет какие-то неудобные ему эмоции и чувства, а то и мысли. И, соответственно, начиная говорить об этом и испытывая вот то испытывая то самое вот чувство неловкости, чувство, может быть, стыда, может быть, чувство того, что вы занимаетесь каким-то бредом, вот. Это означает, в том числе, если вы почувствовали это, когда от меня это услышали, это означает, что вы столкнулись с защитным механизмом вашей психики. И, соответственно, это означает, что вы идете в верном направлении. Верное направление это не то направление, где нам легче и где нам привычнее. Верное направление это направление, где нам как раз таки сложнее, потому что там находится новый для нас опыт. Новый для нас опыт отличается тем, что я не знаю, как с этим обращаться. Новый для нас опыт означает, что я не знаю, как мне, ну, условно говоря, на это реагировать. Новый опыт означает, что я должен проявить себя с какой-то вот другой, не совсем привычной для меня стороны. А поскольку чувство устроено так, что если их не выражать, если их замалчивать, то они все равно дадут о себе знать, вот, то я думаю, что на данный момент это самое основное, что вас, скажем так, стопорит. Конечно, безусловно, есть нюансы и другие. Конечно, безусловно, есть аспекты другие. Конечно, безусловно, есть много разных моментов. Но ключевой момент заключается, на мой взгляд, именно в этом. И если вы готовы шагнуть вот в эту, ну, возможно, неизведанную для себя, скажем так, сферу, если вы готовы двигаться туда, то я думаю, что шансы на то, чтобы что-то изменить у вас есть. Как это работает? Работает это примерно таким образом, что вы, значит, садитесь в удобное для себя место, в удобное для себя положение. Вот. Представляете себе человека, представляете себе человека, например, своего партнера, с которым у вас закончились отношения. Или представляете себе маму. Вот. И смотрите, какие чувства вызывают у вас образы, вот когда вы это представляете. Вот. И дальше вы просто начинаете об этом как бы говорить. Проговариваясь. Обращаясь к непосредственно этому человеку. Можно использовать различные средства визуализации. То есть, например, видео. Можно использовать фото. Вот. Если у вас хорошее воображение, то, в принципе, подойдет и воображение. Ничего особо страшного в этом нет и никаких таких вот жестких требований к тому, как вы должны это делать. Нет. Самое главное, что вы начинали проговаривать. Проговаривая это, вы сталкиваетесь с очень важным моментом. А именно с тем, что это реально. То есть, мне кажется, что специфической особенностью вашего восприятия себя является такое подозрение или может быть мнение о том, что я нереально. Что я незначима. Что вот я хуже других. И даже любить себя я могу только через жаление. Через жалость. Я не могу себя любить прямо. Меня не за что любить прямо. Я не могу любить себя просто так, как бы говорите вы. Но я могу любить себя, когда я себя жалею. И ловушка заключается в том, что, чтобы себя жалеть, нужно, чтобы вам было плохо. И вы, понимая, что любить себя можете только когда, ну, когда, вот, когда вы себя жалеете, вот, то вы можете воссоздавать, воссоздавать, ну, как бы, специально или нет. Воссоздавать такие ситуации, когда вам плохо. Понимаете? Понимаете, да? Какая штука. Какая штука. И, в общем и целом, это очень, ээээ, такая, ээээм. Эээм. Ну, тенденция. Достаточно опасна. Потому что в этой тенденции вы оказываетесь, как бы, эээээ, ну, заложникам. заложником своего состояния. То есть вам состояние вроде бы не нравится, вы это состояние вроде бы хотите изменить, но если вы его измените, то как же вы будете тогда себя любить? Как вы будете давать себе хоть небольшое количество тепла, которым вы нуждаетесь? Возможно, вам неприятно то, что я говорю. Возможно, вы не согласны с тем, что слышите. Я думаю, что это нормально. Я думаю, что за время своей жизни, несмотря на то, что вам не нравится, та, например, психологическая реальность, в которой вы живете, я думаю, что несмотря на то, что вам она не нравится, я думаю, что более-менее вы к ней уже привыкли. И, соответственно, вы, конечно же, будете ее защищать. Защищать, потому что хоть это и неприятно, хоть это и тяжело, хоть это и болезненно, но, по крайней мере, вы знаете, что вас ждет. Вы, по крайней мере, знаете, с чем вы столкнетесь. В новом опыте вы этого не знаете, и вам страшно. Психолог в том числе нужен для того, чтобы помочь по этому пути идти, поддержать и направить, чтобы человек не сбился. Но в вашей ситуации это невозможно. Поэтому я предлагаю вам такой довольно простой путь, который опирается исключительно на то, что в вас есть. Вот вы говорите о том, что вы стали агрессивны, и вы говорите о том, что стали, по большому счету, материться. Обратите внимание, что вы не просто материтесь, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы себя корите за это. То есть вы корите себя за то, что материтесь. По большому счету вы корите себя за агрессию, за чувства, которые вы выражаете. Случайно ли? Нет. Это не случайно. Это не случайно. Я думаю, что вы так относитесь вообще к любым своим чувствам. Вот. Я думаю, что так вы относитесь вообще к любому своему проявлению. Вот. И я думаю, что вам отчасти поэтому сложно, например, выражать любовь. И вот вы сказали, что людям с вами скучно. Вот. Ну, это вы сказали. Это ваше, скажем так, предположение. Так вот, людям с вами скучно, потому что вы себя подавляете. Мне кажется, что вам самой с собой скучно. Но что значит, что мне с собой скучно? Мне с собой скучно, это означает, что я себя, опять-таки, я себя подавляю. То есть, это не просто про скуку. Это то, что я себя подавляю. Скука – это про подавление себя. Всегда. Понимаете? Человеку скучно, когда он чего-то хочет, когда он что-то чувствует, но ничего не делает. По разным причинам. Конечно, скука бывает и нормальной. То есть, ну, например, мы случайно застряли в лифте. Да? Вот. И в этом случае нам, конечно же, нечего делать. Мы оказались в довольно закрытом пространстве. Вот. В дискомфорте. И мы, естественно, испытываем скуку. Не только скуку. Не только скуку. Мы испытываем много ощущений не самых приятных в этот момент. Но скука является... Скука является одним из переживаний. Также мы испытываем скуку, когда кого-то ждём. Здесь важно подчеркнуть. Почему мы испытываем скуку, когда, как правило, кого-то ждём? Потому что мы не можем переключиться. Нам не было бы скучно, если бы мы могли переключиться. Если бы мы могли переключиться на что-то в себе. Если бы мы могли обратиться к своим интересам, к своим ценностям. Вот, к тому, что, грубо говоря, для нас актуально. И прочее, 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 прочее. Вот. Естественно, получается, это, мягко говоря, далеко не всегда. Естественно, не у всех есть возможность такая. Не у всех есть навыки для этого. Это абсолютно нормально. Это абсолютно... Я надеюсь, понятно. И, соответственно, отсюда скука. Вы пытаетесь убедить нас в том, что у вас нет внутреннего мира. Вы пытаетесь убедить нас в том, что вы ничего из себя не представляете. Поверьте мне, это не так. Но для того, чтобы вы сами пришли к тому, что это не так, себя нужно услышать. Я надеюсь, это понятно, что себя нужно услышать. И я предлагаю вам возможность себя услышать. Никто не говорит о том, что это будет легко. Никто не говорит о том, что у вас сразу все получится. Нет, мы реалисты. Без направления... Ну, в смысле, без помощи специалиста процесс вполне вероятно будет идти медленнее, чем он мог бы идти, если бы вы работали непосредственно с психологом. Но, тем не менее, это позволит вам облегчить ваше состояние. Это позволит вам лучше познакомиться с собой. Это позволит вам научиться замечать какие-то вещи, которые вы при другом раскладе, скорее всего, бы не заметили. Дальше. Следующий важный момент, на который я считаю своим долгом обратить ваше внимание. Несмотря на то, что я не являюсь специалистом в этой области, скажем так, некоторые базовые знания, а точнее даже не знания, а представления у меня есть. И когда я читал ваш текст, у меня возникло ощущение, что, возможно, вы сталкиваетесь с тем, что можно назвать депрессией. И вам необходимо исключить физиологическую, органическую депрессию как заболевание. Вам необходимо исключить это, чтобы наверняка знать, что депрессия вызвана только психогенными факторами. Чтобы вы наверняка это знали. В любом другом случае вам может быть на самом деле бесполезно все, что вы делаете. Вот вы описываете то, что вы делаете, да? А вам это не помогает. И да, может быть, это связано с особенностями вашего восприятия. Может быть, это связано с тем, что вы заранее уже все обесцениваете. То есть, иными словами, это рационализация и, ну, какой-то такой страх успеха, да? Вот. Но, может быть, мы имеем дело здесь с депрессией. И если мы имеем дело с депрессией, то ее необходимо лечить. Депрессия – это заболевание, такое же заболевание, как простуда и так далее. То есть, необходимо этим именно что заниматься. Вот. И если у вас что-то такое есть, если у вас что-то такое имеется, то, конечно, имеет смысл этим заняться. И чем быстрее вы этим займетесь, тем лучше будет для вас. Вот. Дальше. Вы говорите, что вам сложно общаться с людьми. Вы говорите о том, что, ну, это связано вот с тем, что вы кажетесь себе скучны и так далее. Вот. Как я уже сказал, это не совсем так. Вот. Но сейчас я хочу поговорить немножко о другом. Мне показалось, что вам именно что сложно сближаться с людьми. Мне так, по крайней мере, показалось. Если я прав, если я прав, и вам на самом деле с людьми сближаться нелегко, то это связано в первую очередь с тем, что вы не чувствуете личных границ между вами и другими людьми. То есть, где я, а где ты. Мне кажется, что вы стремитесь к тому, чтобы раствориться в другом человеке. Опереться на него. Получить компенсацию того, какой, по вашему мнению, конечно же, являетесь вы. То есть, если я плохая, если я не очень хорошая, если со мной что-то не так, то вот я буду с человеком, и он даст мне возможность почувствовать себя лучше. Конечно же, это не работает, потому что, ну, никто не может другому человеку дать возможность почувствовать себя лучше, кроме него самого. Это невозможно. Вот. Поэтому вам и сложно сближаться с людьми. И вам, как мне кажется, проще, ну, обесценить, что ли, например, себя, или вам проще обесценить другого. Вот. Чтобы не было, ну, какого-то такого, знаете, может быть, риска обжечься, или риска открыться, или риска раствориться. Потому что растворяться вообще-то никто не хочет. То есть, даже несмотря на то, что вы, там, ну, вы можете, да, к этому стремиться, вы можете этого хотеть, но все равно защитные механизмы психики, они таковы, что они, как бы, борются за, ну, за свою жизнеспособность. То есть, они борются за то, чтобы иметь возможность остаться собой, иметь возможность сохранить свою индивидуальность. Вот. Поэтому мне кажется, что личные границы – это то, на что также стоит обратить ваше внимание. Собственно, агрессия – это проявление этих самых личных границ. Да, в агрессии есть еще и элемент ярости. В отличие от личных границ, в отличие от злости, которая является проявлением личных границ, ярость, напротив, является проявлением потребности в любви. То есть, когда ребенок в ярости, он кричит, он бьет ногами, руками, может даже кусаться, вот, он хочет, как правило, чтобы его обняли. Он хочет, чтобы его обняли, чтобы его успокоили, чтобы ему сказали, что все будет хорошо. Это ярость, и ярость – чувство, конечно, куда более сложное, чем злость, потому что нужно, ну, нужно не просто заметить ярость, не просто сказать, что «О, Боже мой, я в ярости», а нужно еще и ведь признать, нужно еще ведь признать, что я хочу там, чтобы меня обняли, я хочу, чтобы меня успокоили и так далее, и так далее, и так далее. «А если некому? Как в вашем случае? А если никому нельзя верить? А если я боюсь раствориться в другом человеке, потому что от меня ничего не останется? Как быть тогда? Да?» Вот, то есть, получается, что вы не чувствуете себя в безопасности. И, на мой взгляд, да, за, ну, скажем так, за вот яростью лежит страх. И, то, что, опять же, вы можете сделать самостоятельно, это признать, что чего-то я боюсь. Вот, прямо сейчас, прямо здесь, прямо в эту секунду, я чего-то боюсь. Мне что-то страшно, меня что-то пугает и так далее. Это тоже большой шаг навстречу, ну, я бы сказал, вашему какому-то пониманию себя. Это шаг навстречу вашему внутреннему миру. И вот мы уже говорим о вещах довольно-таки серьезных, мы говорим о вещах довольно-таки важных, мы говорим о вещах довольно-таки значимых, мы говорим о вещах довольно-таки ярких, мы говорим о вещах, которые, ну, никак нельзя назвать пустотой, как вы понимаете. Это что угодно, это что угодно, только не пустота. И таково богатство внутреннего мира человека, такова его природа, его суть, если хотите. И такова ваша природа, такова ваша суть, если хотите. И с этим вам нужно столкнуться, с этим вам придется столкнуться, хотите вы этого или нет. Конечно, сталкиваться с этим лучше все-таки заручившись поддержкой. Но, повторюсь, самостоятельно сделать это можно тоже. Да, менее эффективно, скорее всего. Менее это будет ярко. На что-то, на что-то, возможно, вы не обратите внимания в силу особенностей восприятия самой себя. Это, к сожалению, тоже, ну, скорее, это, к сожалению, тоже, скорее, нормально. То есть, когда человек находится, как бы, вот, знаете, в, ну, таком, как бы, в заложниках самого себя. Человек находится. Вот. То есть, это, конечно, тоже нормально. Ну, а вот, как дальше вам быть? То есть, как вы, например, отреагируете на это? Как вы, например, воспримите это? Как вы, например, будете обходиться с тем, что вы почувствуете? Разрешите ли вы, например, себе плакать? Разрешите ли вы, например, себе чувствовать себя, там, болезненной, обиженной и так далее? Вот это, конечно, вопрос. Ну, мне лично хочется верить, что, перепробовав, перепробовав всё, что вы пробовали, по вашим словам, Мне хочется верить, что сейчас у вас есть, ну, вот, какое-то такое, может быть, понимание того, А, что, собственно, я теряю, если попробую. Вот. Просто мне, я почему так много об этом говорю? Я говорю об этом потому, что мне кажется, что вы очень быстро можете обесценить, очень быстро можете сдаться, очень быстро можете пойти на попятную. И здесь, вы знаете, я преследую эгоистические цели. Мне не хочется, чтобы мой ответ пропал, что нет. Мне не хочется, чтобы мои силы, моё время, мои знания, мои эмоции, мои чувства, вот, которые я вкладываю в свой ответ, чтобы это прошло в пустоту. Мне хочется, чтобы у этого был какой-то резонанс. Резонанс у вас. При этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что я не иду в, например, взаимоотношения с вашей мамой. Я не иду туда. И вы можете, ну, задать вопрос, а почему, почему я не иду туда? Потому что мне кажется, что боли у вас, боли у вас столько, мне кажется, что эмоций у вас сейчас столько, что вряд ли конкретно что-то можно выделить. То есть вряд ли сейчас вы способны дифференцировать. Да, вы говорите, что вот, я страдаю по отношениям, вот, там у меня мама, да, и вот, там я схожу с ума от одиночества, вот, там я увольняюсь с работы и так далее. Да, вот, то есть понятно, как это выглядит в целом, ну, как это выглядит в целом для нас, да? Вот, для нас это выглядит как такая, вот, знаете, ну, позиция жертвы для нас это выглядит. Я, опять же, не буду, не буду это скрывать, вот, не буду скрывать того, что действительно для нас это выглядит как жертва. Вот, то есть человек сам себя поместил в определенные условия, человек сам, как бы, вот, страдает, да, и делать особо ничего не хочет для того, чтобы это менять. Ну, вот, ну, вот, как вот в случае, да, этого самого дизлайка, вот, то есть это жертвенная позиция. Так, по крайней мере, кажется со стороны. Но мне хочется, чтобы вы поняли, чтобы вы увидели, что я вас понимаю. Я понимаю, что сейчас вы, возможно, находитесь в том состоянии, когда вы не можете по-другому. Я хотел бы, чтобы вы увидели и почувствовали, что вы не одна. Я хотел бы, чтобы вы увидели и почувствовали, что вас понимают, что к вам испытывают сочувствие. Вот. Даже зная, что, скорее всего, вы, там, не обратитесь, например, ко мне или к кому-то, ну, к какому-то другому коллеге и так далее. Вот. На мой взгляд, это в данном случае не так важно. То есть, конечно, это важно, потому что я понимаю, что помощь вам, по большому счёту, она сейчас, ну, вообще-то неэффективна, да. То есть, понятно, что помочь вам сейчас, вот, так как, ну, так как, так как хотелось бы, наверное, вот, не получится. Но, всё равно, всё равно, всё равно, всё равно, я хочу, чтобы вы почувствовали себя услышанным. Вот, пожалуй, вот, пожалуй, и всё, что я хотел вам сказать. Вроде бы, вроде бы, вроде бы я ничего не забыл. Но, возможно, конечно, возможно, конечно, что-то я и упустил. Если так, то прошу меня извинить. Сделано это было не со зла. Я хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам всего самого доброго. Я надеюсь на обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, это позволит вам, ну, начать двигаться куда-то, вот. У вас всё получится.